Да, гаичникам хоть Лексус дай, а все равно остаются те же самые. Машина людей не меняет. Хоть хорошим, хоть запорожецам дай. Вот в 16.10 только выехали машины. Первая Prius выехала, в ней сидит какой-то левый активист. Где они его взяли, как бы не чей-то родственник. На заработки выезжают. Мои активисты в жилетах, с повязками, все как положено. Они какого-то левого где-то нашли. Второй экипаж выехал, там вообще четыре гаичника. Говорят, у нас две машины поломанных. Мы поехали на СТО. Я так и не понял, зачем они вчетвером поехали на СТО. Я услышал, а все добрый раз. Хорошо, спасибо, Александр Ильич. Хотя была договоренность, мне и Кравцов говорил, и Тритышный говорил, что будут только мои люди. Уже там какой-то человек нарисовался. У меня люди в жилетах с повязками. Видно, что они... Я понял, сейчас Пускова говорит, я пары их не знаю. Я знаю, что лошадь должны быть. Ну да, ну а там какие-то левые. Не, левых не бывает. Это общественная организация. Я лично спросил у этого парня, который вот поехал только что в Приусе. Он говорит, я в газете увидел объявление, сам от себя пришел и все. Вот так вот. Понятно, но вот мои ж списки у Тритышного. Я понял. Хорошо, я вас услышал. Я понял. Он запуску поделал. Хорошо, спасибо. Я ничего не знаю, кто вы. Спасибо большое. Торжественная посадка. Торжественная посадка, да. Не ломаетесь, да, больше. Да, да, Александр Врач. Добрый день. Добрый день. А? Говорю, что там такое? Что случилось? Что случилось? Ну вот сижу еще один активист у меня в машине. Машина ваша уехала. Это 84-я. Непонятно с кем в салоне. Значит, Николай, смотрите. Значит, кроме вашей общественной организации у нас записалось еще 16 человек. Списки мы дали на УВД. Значит, заблаговременно их вносят в ведомость на следующий день. Заблаговременно вносят. И они в удобное для себя время приходят туда и забирают экипаж их, и они едут работают. То есть я ж вас тогда когда-то вам говорил, дайте, Николаевич, нам списки людей, которые будут работать за это. Мы заблаговременно, вы говорите, значит, например, в такое-то время, вот там, Иванов будет работать с 17-15 человек. Мы его вставляем в ведомость, и он приходит и это. Эти люди, которые у нас вот 16 человек, они вот вчера пришел, он говорит, я завтра смогу приехать. Все, мы ведомость включили, отдали их в УВД, сегодня он прошел и уехал. Значит, вам на завтра надо звонить сегодня, да? Да, нам надо, если на завтра, чтобы мы вносили в ведомость. И кому звонить? Вот, звоните, есть ответственный ПГИ. Звоните ему, да? Да. То есть, если у нас вы отдаете список, у вас же есть списки людей? Ну, конечно, есть. Вот, вот этот список, как говорится, должен быть тоже у нас, чтобы мы знали, кто есть. Тут у нас оказывается фамилия на отчество, год рождения, где живет, паспортные данные и мобильный телефон. Чтобы мы уже видели этих людей. Потом вы звоните, ага, Иванов завтра будет. Все, мы отмечаем и ставим в ведомость. Хорошо, я понял. На, на будущее. То есть, на какое время он там проводит? Хорошо. Все.